Михаил, приветствую вас. Спасибо за то, что нашли время для небольшого интервью. Вы вообще впервые на Станинском экономическом форуме. Как общее впечатление? Я знаю, что здесь много говорят о развитии городов, о связи между городами. Вы вот из Эстонии. Какое ваше впечатление? Мы живем в то время, когда, в принципе, каждая страна, да и каждый крупный город находится в поиске сотрудничества. И причем это сотрудничество не только отраслевое, а скорее межотраслевое и межсекторальное, если мы говорим о различных сферах экономики. И здесь мы уже давно вышли за пределы понимания европейского сотрудничества, азиатского сотрудничества. Все ищут возможность максимально расширить границу. Еще раз повторюсь, что расширение границ не только территориальное, но и расширение границ между различными сферами. Поиск и взаимодействие между различными направлениями и различными территориальными образованиями, будь то государством или городом. Мне сегодня довелось выступить в презентации одного такого мини-концепта. Это мини-концепт в рамках глобальных проектов. И суть этого концепта заключается в создании двух городов-близнецов. Таллинг-Хельсинки. Два города находятся в отдалении друг от друга на расстоянии 80 километров через залив. То есть это как хаб определенный. Да, и мы, безусловно, у нас опыт сотрудничества измеряется годами, но мы хотим перейти на системное и концептуальное сотрудничество, когда два города выступают в качестве единого центра, в том числе для туристического маркетинга. И, в том числе, конечно, нам интересен азиатский рынок. И, прежде всего, связи с Китаем, потому что Хельсинки, благодаря наличию прямых перелетов, сейчас более открыт для Китая. Семь городов Китая имеют прямые перелеты с Хельсинки. Таллинг в этом отношении, конечно, существенно уступает. А можете подробнее рассказать об этом хабе в будущем? Вот мини-концепты, как вы сказали, Хельсинки, Таллинг. В чем главное его преимущество по сравнению с другими, допустим, туристическими, инвестиционными и финансовыми центрами Европейского Союза? Ну, нам пока, наверное, сложно конкурировать с крупными центрами, например, с Гонконгом, который тоже сделал Дионе свою. Да, но вас лучше знают на постсоветском пространстве, ближе. Да, но, наверное, у нас уникальное географическое положение, которое может быть недостаточно используемо. С одной стороны, это мог бы быть центр взаимодействия между Северной и Центральной Европейской Европой, между Восточной Европой и Западной Европой. Мы могли бы быть таким центром. Мы могли бы быть центром сотрудничества между Европой и Азией. Мостик такой хаб. Да. Опять же, если мы берем во внимание Хельсинки, то аэропорт Хельсинки – это такой ближайший авиахаб для Азии. Морское сообщение, которое тоже можно было бы использовать более интенсивное. Сейчас Европейский Союз реализует проект Real Baltic, который должен связать Европу и страны Балтии. То есть, в принципе, все в рамках Европейского Союза, что, в свою очередь, дает дополнительную возможность для позиционирования себя как центра экономических отношений. Но, скажем, интерес позиционирования себя как единого туристического центра между двумя городами, он так или иначе реализуется и сейчас, потому что единые пакеты Таллинн-Хельсинки для туристических сил существуют. И сейчас мы просто хотим выйти на другой уровень. Институциональный уровень. А мы хотим выйти на другой уровень, когда уже на муниципальном уровне мы будем создавать проекты и формы, позволяющие позиционировать два города как единый центр. Есть такое интересное выражение моего коллеги, мэра Хельсинки, господина Вапуари, который на одной из встреч сказал, что самой интересной достопримечательностью Хельсинки является старый город Таллинн. Хороший. И это действительно так, потому что в принципе туристы заинтересованы в одном пакете посмотреть как можно больше. Конечно. Я сам как турист знаю. Но когда для этого есть системные возможности и такое позиционирование общее, то это и восприниматься будет в сознании потенциальных туристов как единая точка. Да. Успехов вам и удаст. Спасибо за вот такой brief, такой short анализ. Спасибо большое.